Продолжение следует... 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 Системная терапия гипоциллярного рака Мы предлагаем пациентам с распространенной стадии BCLCC Это клинически проявляющаяся опухоль или опухолевая инвазия Также пациентам с гипоциллярным раком Системную терапию мы назначаем при внепеченочном метастазировании Или прогрессировании процесса в печени После применения локальных методов лечения При нецелесообразности или противопоказании Для применения локальных методов лечения Таких как резекция, трансплантация печени Трансартериальной химиомбализации Внутрипеченочный локализованный рак Как терапия ожидания трансплантации печени Тоже требует назначения системной терапии Но эту тему мы сегодня касаться не будем Системная терапия при гипоциллярном раке Назначается пациентам с достаточно сохранным Соматическим статусом То есть ЭКОК 0,2 балла При сохранной функции печени Чайл Пью Эй Би 5,7 баллов И также учитывается наличие сопутствующей Патологии Так некомпенсированная кардиальная патология Недавные шимические или тромбоэмболические нарушения Применение препаратов с антиангиогенным действием Наличие артериальной гипертонии Сопряжено с высоким риском осложнения И что важно, что опухолевый тромбоз печёночных вен Или тромбоз ветвей ствола воротной вены Не является противопоказанием Системной терапии гипоциллярного рака Если мы посмотрим в настоящий момент На рекомендации по лекарственному лечению Гипоциллярного рака 2020-2021 года То мы увидим, что в 2020 году Режим, препарат был зарегистрирован В Российской Федерации Но не входил в клинические рекомендации То на сегодняшний день Схема лечения отезолизумаб С бевоцезумабом Мы можем увидеть В рекомендациях Минздрава Российской Федерации в 2022 году Так как данная схема лечения Была подана как самая предпочтительная Схема лечения для пациентов С гипоциллярной карциномой В проект Минздрава В клинические рекомендации Я думаю, что в 2022 году В клинических рекомендациях Одобренных Минздравом Российской Федерации Схема лечения отезолизумаб С бевоцезумабом Будет предпочтительна В первой линии лечения Для пациентов с охранной функцией Печени Child P.U.A Так же, как и у наших с вами Американских коллег В НССН вы видите То, что в первой линии лечения Рекомендованная схема Отезолизумаб плюс бевоцезумаб При сохранной функции печени Child P.U.A И, соответственно, Назначается выбор лечения Тоже данной схемы Но если мы посмотрим На препараты, которые используются В первой линии системной терапии Гипоцеллярного рака То вот в этой таблице Я Соединила, наверное, Самые такие значимые показатели Для клинического онколога Это медиана времени Без прогрессирования Это медиана общей выживаемости Частота объективного ответа И если мы посмотрим Такие значимые исследования Как Эмбрей-150 Шарп и Рефлект Которые предоставили В нашу клиническую практику Такие препараты Как комбинация Отезолизумаба с бевоцезумабом Серафениб, лимвотениб То мы увидим То, что, конечно же, Выигрывает С комбинации Отезолизумаба с бевоцезумабом И медиана времени Без прогрессирования 6,9 месяцев Против 5,5-7,3 На серафенибе и лимвотенибе Медиана общей выживаемости 19,2 месяца Против 10,7 и 13,6 месяцев На лимвотенибе и серафенибе И частота объективных объектов Ответов, извините Также значимо выше Чем при серафенибе И лимвотенибе Но мы вернемся к дизайну Исследования Эмбрейс-150 Куда были включены Пациенты с местной Распространенной Или метастатической Неоперабельной Гипоцеллярной карциномой Без предшествующей Системной терапии И КОК-статус 0,1 И еще раз повторюсь Что класс по По Чайл-Пью У них был А Соответственно Один рукав пациентов Получал отезолизумаб И бевоцезумаб И второй рукав пациентов Получал серафенибе 400 мг Два раза в сутки Соответственно Мы в результате Данного исследования Увидели Что пациенты Которые получали Комбинацию отезолизумаб И бевоцезумаб Существенно выигрывали Как в медиане Времени без прогрессирования Так в медиане Общей выживаемости Которую еще раз повторюсь Была 19,2 месяца Но очень часто задают вопросы И возникают у нас с вами вопросы Какие все-таки пациенты Были включены В данные исследования И каким пациентам Мы можем назначать И всем ли пациентам Мы можем назначать Данную комбинацию Отезолизумаба С бевоцезумабом Чаще всего возникает вопрос Были ли у пациентов Варикозные расширения вен На исходном уровне Да, такие пациенты Были включены Также были включены Пациенты С наличием Макроваскулярной инвазии И вне печеночного распространения Следующий по частоте вопрос Возникает по поводу Частоты кровотечения Из верхних отделов Желудочно-кишечного тракта У пациентов Которые были включены В данные исследования И все мы видим На этом слайде То, что чаще Все-таки встречались Кровотечения У пациентов Которые получали Комбинацию Отезолизумаба С бевоцезумабом Не намного Но тем не менее Все-таки чаще встречались Кровотечения Из носа Гематурии Кровотечения Из десен Кровотечения Из варикозно-расширенных Вен пищевода Следующий по важности Вопрос Это Была ли реактивация Вируса Испышка Вируса гепатита B И вируса гепатита C В группах лечения Так в результате Исследования Мы видим Что в обеих Группах лечения У пациентов У которых была реактивация Вируса гепатита B Или вируса гепатита C Не было печеночных Нежелательных явлений Или печеночной недостаточности Ну вот один пациент Который прервал лечение В группе отезолизумаб Плюс бевоцезумаб Прервал Из-за гипербилирубинамини До реактивации Вирусного гепатита C Еще очень важный вопрос Который нас интересует Когда мы включаем И назначаем лечение Системное при гепатитулярном раке Какое преимущество По общей выживаемости От отезолизумаба И бевоцезумаба Было у пациентов В зависимости от Инвазии воротной вены И мы видим В результате исследования Что все-таки пациенты Которые получали Комбинацию отезолизумаба С бевоцезумабом Выигрывали как В общей выживаемости Так и в времени Без прогрессирования Вне зависимости От инвазии воротной вены То же самое Можно сказать И о чистоте Объективных ответов Таким образом Если мы посмотрим На другие нежелательные явления Которые возникали В результате Применения данной комбинации То мы увидим Что в принципе При большей длительности И интенсивности терапии Комбинация отезолизумаб Плюс бевоцезумаб Частота нежелательных явлений Третьей-четвертой степени Не была выше Чем на сарафенибе Но здесь я отдельно Выделила кровотечение А здесь именно Как раз указаны Те нежелательные явления Третьей-четвертой степени Такие как диарея Ладоноподошвенный синдром Снижение аппетита Гипертензии Боль в животе Облысение Астония Перексия И так далее Таким образом В первой линии лечения У пациентов С охранной функцией печени Предпочтителем В настоящий момент Является комбинация Отезолизумаб Плюс бевоцезумаб Что касается Второй линии Системной терапии Гипоцелярного рака То здесь я тоже Постаралась сделать Такую таблицу С наиболее важными Для клинического онколога Фактами Это медианы времени Беспрогрессирования Общая выживаемость И частота Объективного ответа И в результате Исследования ресурс Телестериал И РИЧ-2 Мы в настоящий момент В своей клинической практике Имеем такие препараты Как реграфиниб Кабазотениб И рамоцирумаб Здесь хочется отметить И напомнить коллегам О том, что в результате Исследования третьей фазы РИЧ Альфа-фетопротеин Это важный Прогностический маркер Общей выживаемости Эффективности Рамоцирумаба Так статистически Значимое Увеличение выживаемости По сравнению С плацебо У пациентов С гипоцелярной карциномой И повышенным Исходным уровнем Альфа-фетопротеина После регистрации Прогрессирования Заболевания На фоне Серафениба Или с непереносимостью Серафениба Что касается Иммунотерапии При гипоцелярной карциноме Сейчас на самом деле Идет большое количество Исследований Как в адевантной терапии Так в первой линии терапии В последующих линиях терапии Мы в своей практике Для лечения пациентов С гипоцелярной карциномой Сейчас можем пользоваться Тремя препаратами Это пембролизумаб В результате исследований Кейтнот-240 Чейкмейт-040 Предоставил нам Такие препараты Как неволумаб И комбинацию Неволумаба Плюсы пилимумаб И у пациентов С начальными признаками Декомпенсации Цирроза печени Или при противопоказаниях К использованию Ингибиторов Протенкина В качестве альтернативы Что важно Чайлд Пью Би 5-7 баллов Рекомендуется Иммунотерапия Неволумабом Для улучшения контроля Рост опухолей Или выживаемости Пациентов В одном из рекомендованных Режимов лечения В первой линии И в качестве Второй-третьей линии Лечения Прогрессирующего Гепатоцулярного рака Мы можем выбрать Комбинацию Ипилимумаба С неволумабом Конечно, безусловно При сохранной функции Печени И также Монорежим Неволумаба И пембролизумаба В настоящий момент Мы можем назначить Пациентам С гепатоцулярной карциномой Что нового В клинических рекомендациях Мы можем с вами увидеть В следующем году Уже В клинических рекомендациях В Минздраве Российской Федерации И будем активными Пользоваться Это Атезолизумаб И бевоцезумаб Предпочтительный Стандарт первой линии Терапии Здесь все же Относительными Противопоказаниями Является Активная Коинфекция Вирусами гепатита В и С Состоявшиеся Кровотечения Или высокий риск Кровотечения Из варикозно расширенных Вен пищевода И желудка Такие препараты Как сарафениб Ленватениб И при противопоказаниях Или непереносимости Антиангиогенных препаратов Первой линии лечения Мы можем выбрать Иммунотерапию Неволумаб Что касается Второй и третьей линии То после комбинации Отезолизумаб С бевоцезумабом Мы можем выбрать Такие препараты Терозинкиназные ингибиторы Как ленватениб Сарафениб Реграфениб Кабазантиниб Можем рассмотреть Комбинацию Неволумаб С апелемумабом А уже после Ингибиторов Мы можем предложить Пациентам Ленватениб Сарафениб Реграфениб Кабазантиниб Рамоцурмаб И иммунотерапию И что очень важно Что после кровотечения Зворекожных Расширенных вен Чайлд Пью Би В наличии тромбозов Эмболиевого анамнеза Выражена сердечно-сосудистая Патология При выборе Первой линии лечения Мы можем Полагаться На иммунотерапию В монорежиме Неволумабом И здесь я хочу Провести голосование Все-таки Если Какую опцию Для второй линии Лечения гепатисулярного рака Вы выберите пациенту После прогрессирования На комбинации С отезолизумабом Плюс бевоцезумабом И КОК-1 Сохранной функцией печени Чайл Пью Эй И альфа-фетопротеин 118 нанограмм на миллилитр Голосование запущено Напомню, что голосование происходит На странице эфира Принимайте активное участие В голосовании Несколько секунд Еще продолжается голосование И результаты голосования Выведены на экран Неожиданно Неожиданно, да? Потому что все-таки При прогрессировании На отезолизумабе С бевоцезумабом То рекомендуется Тирозинкиназные ингибиторы В частности Лимвотиниб Кабазантиниб Либосерафиниб Но вот 29% Наших коллег Выбрали комбинацию Неволумаба с апельмумабом Но таким образом Подводя итоги своего доклада Я все-таки хочу отметить И сказать о том Что самыми важными Такими факторами Выбора системной терапии Гипоацулярного рака Является Первое Это функция печени Второе Это распространенность И стадия Гипоацулярного рака И безусловно Конечно Высокий Наличие Высокого риска Кровотечения Либо отсутствие Высокого риска Кровотечения Из варикозно расширенных Вен пищевода Ну а если мы говорим О второй линии Лечения гипоацулярного рака То что все-таки Пациент получал В первой линии Благодарю за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok